Книга «Открытым оком», вопрос 3214, 18 том, тема мусульманства. «Когда возникло мусульманство, то почему же сразу не пришли к ним на помощь, чтобы обратить их ко Христу?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. «Потому что и сами не знали истинного Христа. Когда читаешь первый раз Коран, да при том, если еще тебе хорошо известно содержание Библии, то поражаешься, как можно такое было написать вообще. Изустные и множественные пересказы библейских сюжетов в абсолютно исковерканном виде. Если бы монахи не сидели по келям в пустынях, не скрывались бы от народа, то Магомед мог бы быть обращен в истинное христианство и был бы великим проповедником при его энергии и любви к Богу с его заботой о спасении души. Проспали, промонашили. И когда уже заполыхало вокруг, полились моря крови. Тогда в ответ ничего не выдвинули, как точно такие же методы борьбы – убить и погубить. Злом начали истреблять зло, и вина греха греков была несравнима больше, чем арабов». Цитат, цитирую. Известно, что духовно-интеллектуальная встреча Мухаммеда и первых поколений его последователей с христианством была встречей не с государственной православной церковью, а с монофизитскими и нестерианскими общинами, которые составляли большинство христианского населения в Аравии, Египте, Сирии и Месопотамии. До конца эпохи Амиядов эти сирийские коптские христиане были главными на практике единственными представителями христианской веры в халифате. И благодаря посредничеству этих общин, а часто с помощью двойного перевода с греческого на сирийский и сирийский на арабский, арабы впервые познакомились с произведениями Аристотеля Платона, Галина, Гиппократа и Платина. Среди монофизитов и нестериан арабы нашли много у правителей, дипломатов и торговцев. Те, кто желал помочь в строительстве империи и часто предпочитал, по крайней мере поначалу, приспособиться к мусульманскому игу, нежели страдать от притеснения, которое было судьбой всех религиозных диссидентов православной Византийской империи. Первая встреча ислама с православным христианством состоялась на поле битвы, во время войн, в которых, начиная с VII века, арабы противостояли греческим императорам. Таким образом, обе цивилизации, стоявшие лицом к лицу, основывались каждой на своей религиозной идеологии, и каждой из сторон истолковывали отношения и действия другой, как обусловленные религией. Так, если Коран призывал к священной войне против тех, кто приписывает Богу неких сотоварищей, то есть христиан, верующих в Троицу, то византийцы вслед за святым Иоанном Дамаскиным отплатили пониманием ислама как предвестника антихриста. Но как бы не были риски эти утверждения, как бы не был фанатичен призыв к священной войне, постепенно осуществлялось лучшее взаимопонимание благодаря усилиям дипломатии, необходимости существования на территориях со смешанными населением и спокойному размышлению образованных умов. Иоанн Дамаскин и его современники склонялись поэтому к тому, чтобы применить к исламу критерии христианского православия и уподобить ислам христианской ереси, уже осужденной. Итак, Мухаммед был арианином, потому что он отрицал божественность Логоса и Святого Духа. Отсюда возможно, что легенда Мухаммеда была привнесена в христианскую религию монахом-арианином. Действительно, в контакт раннего ислама с христианством были вовлечены монофизитские и нестерианские общины. Но, конечно, не ариане. И имя, приписываемое Иоанном мусульманам, коптай ту тео, резчики божьи, потому что они вылезают из Бога Логос и Дух, являются ответом мусульманскому обвинению, направленному против христиан, что они ей-тэрэстай, те, кто допускается товарищей Богу. Иоанн затрагивает другой острый вопрос несогласия. Вопрос свободной воли и предопределения. И все его доказательства сопровождается самым яростными эпитетами, которые он дает Мухаммеду. Лже-пророк, лицемер, лжец и прелюбодей. Все это, разумеется, было принято со всеми подробностями другими полемическими авторами. Диалоги Феодора содержат четкую отрицательную позицию по отношению к вере ислама и к личности Мухаммеда, лже-пророка Арианина, 1560 год, находящегося в области, во власти беса, 1545В по 1548А. Но использованные доводы представлены так, чтобы они были понятны оппонентам, что соответствует принципам настоящего диалога. И когда мусульманин все еще утверждал, что он предпочитает многоженство, так как оно обеспечит более быстрое преумножение человеческого рода, Феодор отвечает, что так как Бог не заботился о быстром умножении человека, когда человек был один на земле, то он, конечно, не желает слишком великого преумножения и ныне. И он заканчивает свое доказательство напоминанием мусульманину о неминуемых ссорах и сценах ревности, которые происходят в Гареме. Феодор отвечает, так как вы утверждаете, что все погибшие в священной войне с неверными отправляются на небеса, вы должны благодарить Ромеев за убийство множества ваших собратьей. Сравнивая Коран с христианским писанием, он говорит о наиболее печальной и наиболее неуместной книжице араба Мухаммеда полной кончунства против Всевышнего, со всей его безобразной грубой непристойностью, которая не обладает даже видимостью какого бы то ни было библейского жанра и не является ни пророческой, ни исторической, ни законодательной, ни богословской, но вся беспорядочна. Как это может быть, спрашивает он, послана с небес. Действительно, действительно ли такие византийские толкования исламского учения, как утверждаемая вера в шарообразный образ Бога или пиявку в качестве начала человека, не пришли из некоторых народных форм арабской религии, отличных, разумеется, от правоверного ислама, которые были известны византийцам. Известный богослов Исихас, архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама описывает в 1352 году свое путешествие в оккупированную турками Малую Азию и довольно оптимистических тонах, надеясь подобно Кандакузину на последующее обращение мусульман и подразумевая, что до тех пор будет принято дружественное существование. Византийские анафемы направлены против Корана, против мусульманского представления о рае, где будут иметь место все виды греха, так как Бог не может быть постыжаем, против многоженства, против учения о предопределении, которое ведет к той мысли, что сам Бог есть источник зла, против мусульманские интерпретации евангельских рассказов и коранической трактовки Ветхого Завета и от новообращенного христианства требуется формально отвергнуть прежнюю веру. 22-я анафема была сохранена в чине, но теперь она звучала просто. Анафема Мухаммеду, всего его учению и всему его наследству. Этот текст сохранился в поздних изданиях богослужебных книг. Но многочисленные пророки и апостолы засвидетельствовали божественность Иисуса, а Мухаммед находится в одиночестве. И как можно утверждать, что Коран выше любой критики? Мы знаем, пишет Лев, что Коран составили Умар, Абут Араб и Салман Перс, даже если и слух прошел вокруг тебя, что он послан с небес, Богом. И так же нам известно, что некий Хаджадж, которого назначил ты правителем Персии, заменил древние книги другими, сочиненными им самим по собственному вкусу. И разве ислам, младший из двух религий, не раздирается расколами еще более серьезными, чем те, которые постигали древнее сравнительно с ним христианство? И эти разделения произошли в исламе, продолжает Лев, хотя он возник среди лишь одного народа арабов, те, кто говорит на одном языке, в то время как христианство с самого начала было принято греками, римлянами, евреями, халдеями, сирийцами, эфиопами, индийцами, сарацинами, персами, армянами, грузинами и албанцами. Некоторые споры между ними были неизбежны. В начале VIII века преподобный Иоанн Дамаскин с ужасом описывает ересь появившуюся во времена Ираклия, обманчивое заблуждение измалитян, предвестие Антихриста. С одной стороны, у нас есть большое число житий мучеников с описанием избиений, совершенных мусульманами монахов из монастыря. Святого Саввы, 60 греческих паломников в Иерусалиме в 724 году, чья смерть оборвала семилетнее перемирие между Львом III и Халифатом, 42 мучеников амарийских, захваченных в плен во время правления Феофила, многочисленных христиан, которые, не выдержав давления, приняли ислам, а затем, покаявшись, вернулись в церковь, как это сделали два святых в VIII веке, Вакх Молодой и Илья Новый. Неудивительно, что в обыденном представлении всякий мусульманин был ужасным и отвратительным существом. В житии святого Андрея Христа ради юродивого сам сатана является в облике арабского купца. Более того, арабы, занимавшиеся определенное место в византийской государственном управлении, имели чрезвычайно плохую репутацию в глазах народа. Так обстояло дело с сарацинами, которые, согласно житию святого Федора и Феофана Грантов, служили при императоре Феофиле и с Омоной, приближенным Льва VI. В оккупированных областях христиане зачастую жили в закрытых гетто, избегая любого общения с мусульманскими властителями. Когда святитель Стефан, святой Стефан, монах из монастыря святого Саввы и человек, пользовавшийся большим уважением со стороны как христиан, так и мусульман, узнал, что Илья, иерусалимский патриарх, арестован, он отказался пойти и заступиться за него, потому что знал, что это будет бесполезно. В другой знаменательной истории рассказывается, что во время правления Михаила II после нападения из Нанникополь в Эпире один раб из отступающей мусульманской армии остался в горах и жил там в полной изоляции несколько лет, боясь общения с местными жителями. Однако в течение этих лет ему удается принять крещение. Однажды он по ошибке был убит охотником. Позже он вошел в местный мартиролог под именем Святого Варвара, так как даже имя его было неизвестно. Константин Акрополит, начиная свой рассказ о жизни Святого Варвара, первым делом цитирует послание апостола Павла в Колоссяном 3.11, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Традиционный мусульманин, мусульманский призыв Аллаху Акбар, Бог Велик, вел не к прославлению Бога, а к насаждению мечом веры в Аллаха. И Мейндорф. Взято из Альфа и Омега. Журнал, похоже, такой. Номер 4. 1995 год. 2 дробь 3. 9 дробь 10. 1996 год. Похоже, какой-то журнал. 2 Маковейских, 12 глава, 11 стих. Сражение было жестокое, и когда бывшие с Иудой при помощи Божьей одержали победу, то потерпевшие поражение, но мады и арабы просили Иуду о мире, обещая доставлять им скот и в другом быть полезным им. 1 Маковейских, 8 глава, 12 стих. А с друзьями своими и с доверившимися им они сохраняли дружбу и овладели царствами ближними и дальними. И все, слышавшие имя их, боялись их. Лука 4, 43. Но он сказал им и другим городам благовествовать, я должен царствия Божия, ибо на то я послан. Стих. Прошедшие из книги Маковейских неканонические к итогу подбивают, сумеют также доказать и веско, что не погиб и спас иных в завале. Иные времена, иные нравы, но тот же выбор душам предстоит. Нырнуть налево, справиться ли направо и высвать на дуэль или простить. Пытает седмирицию сыновей, семь душ романовских овец на заколение, охватывает думу суховей, родился ли для нас диктатор Ленин. Еще не раз стократно повторится, доколе в русло нужное войдет, то сковородой, то эшафотом близким, через доносы и слепой поклеп. И кто-то же добросит смелый клич, бежать от извергов, скрываясь в пещере. Сын Ильи, единственный Ильич, хвалами недоступного ущедрит. Он также будет собирать бойцов, героев современности развратный, Дух Божий сам поможет снять засов, благовестить открыто, неукраткой. Присматриваюсь к детворе растущей, на терроризме смертников шайтана, евангельская вера лишь разгонит тучи, день воскресения сегодня же настанет. Те маховейские седые времена, сияющие мужеством примеры, зовут, но кто в том и моя вина, что до сих пор их подвиги не примерил. В любом раскладе все равно умрем. Так стоит ли идти на компромиссы? За трусость бы не получить упрек. Там в книгу жизни буду ли я вписан? 2006 год, Игнатий Тихонович Лапкин.